Эй, йо, братья, засосала меня жизнь воровская, находимся мы на Радмире, на первом сервере. Моим узким глазам понравилось, понравилось как можно легко добывать деньги. В прошлой серии мы с вами грабанули неплохо так инкассаторов, конечно же, пришлось им умереть. Кто не видел, обязательно посмотрите. А сегодня будет... может быть будут смерти, может быть нет, не знаю, всё зависит от того, как сейчас охраняется военная часть. Да, друзья, именно на неё сегодня мы и поедем. Какая мафия может быть без оружия? А откуда же они возьмут оружие? Откуда у нас, японцев, есть вообще пушки? Понятное дело, что нам их нужно добыть. А где? Они есть на военной части, поэтому сегодня мы вынуждены будем отправиться туда и напасть на военных, на государственную структуру. Мне дали оружие и также моя здоровская компашка уже обсуждает на лёд, как это будет происходить. И мне действительно опять становится страшно. А что же будет? А получится ли у нас? Я надеюсь, что ни один из этих бравых ребят сегодня не умрёт. И мы все этой же командой, крутой командой, вернёмся обратно на нашу базу. С сетком в очках очень классно смотрится. Всё, друзья, братья готовы. Посмотрите, насколько они крутые. Но посмотрите, это просто лучшая, лучшая компашка. Мы просто идём от дела. Мы не хотим бед, но мы вынуждены, мы вынуждены, друзья, проявлять себя. И мы сегодня этим снова займёмся. На этот раз я, наверное, сяду всё-таки за руль, но при этом буду держаться последним. На всякий случай пристегнём ремень, чтобы ни в коем случае не умереть по пути, да. И вот этой голубой бригадой, как бы это ни звучало, мы отправляемся, друзья, сначала в магазин. Нам нужно приобрести маски, потому что когда мы будем... Ещё одна банда, смотрите-ка. У них тоже здесь своя туза. Я знаю, что здесь тоже красивые и крутые ребята, но... Нет, ребят, мы иные. Мы узкоглазые, но не только, конечно, узкоглазые. Но везде, везде, понимаете, своя компания. Оу, гелик улетел, друзья! Один из геликов у нас улетел. Утопили, утопили автомобиль. Ну, ничего страшного, бывает. Знаете, этот гелик, вот один раз сейчас сходить на базу, да, затовариться патрончиками, оружием, продать это оружие, и гелик готов. Но в любом случае, это, конечно же, минус. Кто там ещё остался купаться? Кто-то купается, гелик уже навряд ли, конечно, вытащить. Он уже под воду, но потом вытащим. Если что, мы потом вытащим, приедем, поэтому не переживайте. Высушим его. Не справился с управлением. Я думаю, что от этого чувака всё-таки спишут немного деньжат. Слушайте, а куда наши поехали? Уже наши планы пошли не так, как полагается. Мы должны были чётко приехать колонной, но колонны, как видите, не получилось. Кто-то вообще уехал. Так, друзья, в магазинчик мы прибыли. Кстати, смотрите, нападение только что было, но не на нас. То есть за бизнес воюют мафии. Не знаю, кстати, говорят, сколько всего мафии. Можете, кто играет на размере, написать мне. Мне даже интересно стало, сколько всего существует мафии, если можно их создавать. Также масочку приобретаем. На этот раз за 165 рублей. Я помню, за 120, по-моему, мы брали, да? А сейчас уже дороже. Это другой магазин, скорее всего. И сейчас нам нужно найти позицию, откуда мы, собственно, наденем эти маски и начнём. Главное смотреть, чтобы не было хвоста, никаких копов, никаких ФСБшников и так далее. Опа! Вот это подрез! Вот это подрез! Слушайте, это наглость! Это наглость! Тормозим его! Тормозим его! Попробуем сейчас ему отомстить! Ты чё делаешь, а? Ну-ка, сейчас мы его тормознём. Вот это да! Вы видели, какой наглость? Даже не остановился, не извинился. Ты посмотри, чё делает. Сейчас, сейчас мы покажем, кто здесь хозяин. Ты посмотри, сейчас будем подрезать, наверное. Ну, тачка, в принципе, у нас быстрее. Ух ты! Ух ты, блин! Вот это да! О, вот это ты попал, дружище! Вот это ты попал! Вот это да! Переграждай! Отлично! Отлично! Он переградил его путь! Сейчас зажмём его. Это просто сама наглость. Посмотрите, катается, сама наглость. О, боится! О, вот это, блин, меткие! Ничего себе! Вот это меткие, друзья! Во, всё, вывалился. Ладно, не убивайте. Не, не убивайте! Нет, 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 не убивайте! Всё, смотрите, он стоит. Стоит, давайте по машине. Просто напугаем его. Стой! Стой! Ты чё творишь, братюня? Ты на кого наехать решил, но даже не становился. Вообще, вы вылетели, я по главной ехал. А может быть, может быть, ты знаешь, с кем связываешься вообще. Ладно, живи! Я думаю, знаете, я думаю, что ему досталось. Он действительно испугался, и такого больше делать не будет. По крайней мере, почему вы скажете, ну что вы за дуручки, зачем вы наказываете? Он не становился, как минимум. Была авария, он должен был остановить, сказать, ой, ребят, ну вы тут не правы, давайте ДПС узнаем. И должна быть такая разборочка, да? Ну он просто поехал дальше, ему всё равно, ему всё равно. Он наказан, он наказан, пусть вызывает такси теперь. А мы всё-таки отправляемся на базу. Хотя наши машинки немножко повредились. Так, друзья, надели мы маску. Теперь по карте нас не видно. И сейчас мы должны выбрать позицию. Да, действительно, никого по карте не видно, вон военные. Ё-моё, их там столько много. А как мы сейчас будем проникать? Надеюсь, они знают, что делают. Я очень надеюсь, ребята, что вы знаете и не подведёте. Он говорит, через воду. Так, оставляем здесь тачки. И там, там постовой. По карте видно, что он там стоит. Здесь немножко притопило. Ноги, ноги намочили, вот это да. Но пока никто не шевелится, друзья. А, они уезжают, смотрите. По карте видно, что они уезжают. Скорее всего, перевозят материалы. И всё? Да это так просто? Почему здесь никто не контролирует? Так, искупнулись. Пришлось намочить свой крутой костюмчик. Блин! Сейчас будет стрелять. Смотри, там генерал стоит или кто? Товарищ сержант! Блин, сержантишка! Сейчас поможем. Поможем. Надеюсь, мои пули долетят до него. О, испугался. Всё, сержант испугался. Но он сейчас будет по рации кричать. Всем срочно, всем постам прибыть в расположение склада. Скорее. Скорее забегаем. Наша цель это похитить патроны и похитить оружие. О, здесь же закрывается. Точно, закрывайте. Так, всё. Всё, пошло. Патрон... Ага, ага. Постреляешь в другом месте. Дифтир постреляй. Нам тут не надо, пожалуйста, стрелять. Мы тут ваши патрончики сейчас возьмём. Оружие ваше возьмём. Драгоценненькое. Так, сколько у нас? Три-четыре патрончика уже. Не знаю, сколько стоит один патрон, но не просто так же люди сюда бегают, да, мафии. Потому что они, скорее всего, дорогие. Во-во-во-во, всё, пошло. А, они там... Чего, воюют с кем-то, что ли? Там мигает. Вот не знаю, друзья, не знаю, что это такое. Самое, что интересное, пока не один... Может быть, они заняты? Они, скорее всего, заняты, друзья. Они тоже что-то отбивают, по-моему. Просто заняты. Смотрите, просто стоим и забираем всё, что здесь лежит, друзья. Здесь находится на складе 173 тысячи из 200 тысяч. Ну, хотя бы забит был, слава богу. Было бы ноль, конечно, а площадь была бы жёсткая. Но если дальше всё так будет продолжаться, то мы выйдем в плюс. Потому что, ну, чуть-чуть поперестреливаешь с генеральчиком. Или там, видели, такой скинчик, да, был зачётный. Скорее всего, какой-то высший ранг, но нас испугался. То есть, он явно описался, да, и скрылся в лесу где-то, наверное. Я бы на месте майора этого, да, пусть будет майор, я бы на его месте защищал бы до конца. Вот я бы стоял и защищал бы. Ну, может быть, это было, конечно, как ПГ, но всё равно я бы созвал бы всех срочно. Ну, говорю, скорее всего, заняты. Скорее всего, заняты. Главное, что патрончики нам бьются. Смотрите-ка, мы уже набрали 144 патрончика. 150. Сколько, интересно, Макс? А, всё, взяли больше патронов. Отлично. Отлично, всё. Прям полные карманы, друзья, набил. Полные карманы патронов. Ну, соответственно, мы якобы взяли здесь ящики, да, с патронами, оружием. И, по сути, сейчас надо будет выходить, друзья. Меня тут зажали. Это, типа, моя охрана. Видите, они прикрыли. Если сейчас кто-то ворот откроет и начнётся стрельба, то они как щит. Так, ждём, пока они тоже соберут. Мало ли, откроется. Пусть пока дособирают. Всё, друзья. Все взяли, я открываю. Опа. Так, аккуратно. Аккуратно, никто нас не поджидает, надеюсь. Да, вот они поехали сюда теперь. Гоним. Гоним, гоним, гоним. Смотрим внимательно, чтобы никто нас не поджидал. Я такой, надеюсь, без скиллов. Самый главный, смотрим. Вон, чувачки со скиллами, мои братья со скиллами. Ух ты, перестрелочка пошла. Перестрелочка пошла. Кто там? Не вижу никого отсюда. Кто-то только что стрелял. Давайте, давайте просто немножко оставим следов от пуль. Пусть генерал смотрит. Вот так вот по окнам постреляем. По вертолёту. Чтобы знали, кто здесь хозяин. Здесь, по-моему, столовая, да, находится. Вот так вот. По машинам тоже. Пусть знают, кто здесь правит, друзья. Всё, давайте, давайте, давайте. Скорее сюда, скорее сюда. На этот раз я не буду пачкать свой костюмчик. Подождём, пока волна пройдёт. Опа. Быстрее, быстрее. Оп. Видали? Учитесь, друзья. Учитесь. Оп. Главное, не задеть воду, друзья. Это челлендж. Это челлендж. Не задень водичку. И он работает, смотрите. И оп. Оп. Вот так вот лучше. Как в детстве, прям перепрыгиваю. Опа. Отлично. Мои ботиночки теперь целы. А, там кто-то находится. Смотрите-ка. Действительно, стоит. Смотрите, стоит просто. Ну-ка, дай башку. Оп. Оп. Слушайте. По лбу просто непробиваемый. Непробиваемый. Но в АФК, походу, стоит. Что ж ты там в АФК стоишь, чудачок? А может, не в АФК? Может, он читер. Эй, читер стоит. Смотрите-ка. Друзья, ему уже три десятка обоим попало в голову. Но ему все равно. Алан непробиваемый человек. Ладно, не будем, не будем больше в него стрелять. Не будем ждать, пока он сообщит о подмоге. Хотя по РП он не должен сообщать. Потому что у него там все лицо разорвано от пуль. Продолжают, продолжают обстрел по нему. Но его не убить. Его не убить. Это особенный человек. Опа. Военные зашевелились. Смотрите-ка, зашевелились. Кто-то там в столовую побежал. Если не ошибаюсь, там как раз-таки столовая и находится. Все. Теперь наша задача получается поехать. Слушайте, посмотрите, как вовремя. Вы только посмотрите. Они все побежали теперь в столовую. Если бы мы сейчас нападали, то скорее всего была бы жесткая перестрелка и кого-нибудь бы убили. А так у нас что получается, друзья? Что мы очень-очень-очень вовремя приехали. Когда у них было какое-то мероприятие, скорее всего. Вот так вот мы секунды, даже минуту в минуту попали. Потому что мы видели, когда мы подъезжали только. А они как раз начали отъезжать. И потом у них там какая-то заварушка была. Мне до сих пор интересно, что это было. Но в любом случае, мы прям вот... Вот время сыграло. Время сыграло нам на пользу. И мы все, все, все своими братьями остались живы. Никто даже не поцарапался. И в итоге еще и напугали товарища майора. Скинем пульки в общак. То есть, получается, здесь есть какой-то общий склад, на котором, получается, хранится все оружие и патроны. Сейчас попробуем все это дело скинуть. Все, друзья, отлично. Кстати говоря, вот этот и есть район, где и живут, я так полагаю, я уже понял. Где и живут вот эти компашки, мафии, банды, да. Розовые, смотрите-ка. Так что мы еще не самые такие и плохие голубые. Розовые, голубые, белые, черные тут все, понимаете, есть. Все, паркуем красиво наш крузачок. Кстати, друзья, в доме я еще ни разу не был. Но все-таки это мафия, это не банда. Я не думаю, что в этом доме валяются шлюхи грязные, там, различные фантики из-под шприцов и так далее. Давайте попробуем зайти. Кстати, стоимость, что, 25 миллионов, нифига себе. Вип-класс. И... Кто намусорил? Кто намусорил? Трубочки тут, ты посмотри. Коробки разбросаны. Но выглядит... Нет, нет, нет. Ужас, разбито еще. Тут, походу, драка была. Вот это интересно. Еще второй этаж, я сейчас прогуляемся. А вот у них и шкаф, друзья, с патрончиками наркотики. Наркотики, 8 тысяч наркотиков. Патронов почти 13 тысяч. Это уже, посмотрите, по чату разгрузились. Все практически. Давайте тоже разгрузимся. Положить предмет. У нас есть деньги. Кстати, деньги тоже. Может... Так что так мало денег? Все забрали, посмотри-ка. Должны быть... А, хотя, скорее всего, деньги могут ФСБшники разбирать отсюда. А может, не могут, не знаю. Это кажется просто. Давайте... Патрончики, вот, которые мы с вами взяли. 250 положим. И давайте еще от калаша. Мне дали много калаша. Мне столько не надо. Давайте еще положим патрончиков калаша. 500 штучек. А, все, получилось. Замечательно. Друзья, сработали просто отлично. Все было вовремя. Можно посидеть, отдохнуть. Так, эти двери открывают... Опа, открываются. И здесь тоже все разбито. Боже, столько денег приносит. И даже картину нормально не повесить. Постоянно здесь, походу, какие-то происходят драки. А здесь что у нас? Кухня какая-нибудь? Нет. Это заказ на транспорт. Ммм, интересно. Системочка, системочка. Там у нас кухня, кстати говоря, да. И второй этаж. Это, наверное, какие-то спальни или что? Или кабинеты. Ух ты! Вот это да! Вот это да, друзья. Ну-ка, глубоки. Ну, что это такое? Это что? Для кого это? Для первоклашек бассейн? Для детсадовцев? Учить плавать их здесь? Ну, конечно, вот это уже приукрашивает картинку. Винишко тут всякое. Очень красиво. Но мусора много. Мусора, конечно, много. В любом случае, друзья, с заданием мы справились. И теперь вот уже сели. Сели работягами. Ни фига себе, он как круто сел. Посмотрите, типа, жизнь удалась такая, да? Вот так же мы, естественно, немножко поровлились. Подожди-ка, давайте-ка поровнее станем. Это же все-таки КРМП. Во! Во! Вот так вот. Супер! И калаш такой просто в ногах. Вот это жизнь, друзья. Вот это жизнь воровская называется. Очень здорово. Вот такая вот, друзья, жизнь мафиози в мафии под названием Литман. Почему-то постоянно мне в голову приходит слово Липтон. Не знаю почему. Похожий, да? По словам как-то. В любом случае, спасибо, друзья, всем. За просмотр лайк, если понравилось. И не забывайте, если вы будете здесь играть, вводите команду МН, десятый пункт и вписывайте промокод МАКСДИП. После этого при достижении определенного уровня вам даются денежки и мне тоже от вас приходят денежки. Все. Всем спасибо. И всем, друзья, удачи. Пока, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...